Первым пунктом визита депутата Московской областной думы, руководителей региональной волонтерской организации партии «Единая Россия» Владимира Жука, в наш муниципалитет стал Центр социального обслуживания населения «Вера». Для его самых маленьких посетителей парламентарий в один миг превратился в доброго волшебника, который приехал, конечно, не с пустыми руками, а с подарками. Здравствуйте, как вас зовут? Понятно. А, понятно. Поздравляем вас с Новым годом. Выбирайте подарок. Какой вам больше нравится? Этот? Тебе этот, да? Гостинцы в рамках новогодней акции «Елка желаний» получили несколько десятков мальчишек и девчонок. Для многодетной семьи Василийскиных это уже не первый знак внимания от Владимира Жука. Видновчане, воспитывающие шестерых детей, регулярно получают помощь от депутата и пришли поблагодарить его. Лично сказать спасибо. У нас их шестерых, поэтому огромное спасибо за то, что вам еще придется. Заключительным аккордом встречи в «Вере» стало вручение почетных грамот от Московской областной думы волонтерам за активную деятельность в период пандемии. А дальше депутат поспешил сказать добрые слова врачам. Видно, в скорайонной клинической больнице, которая стала следующим местом визита, чествовали героев наших дней – медиков. Здесь компанию Владимиру Жуку состоял депутат Ленинского городского округа Олег Федоров. Чтобы с любым напитком мы могли поднять бокалы и, может быть, сказать тост. Быстрее бы все это закончилось. Быстрее бы, чтобы вошли в нормальную жизнь, в которой мы жили. Парламентарии привезли очередную партию питьевой воды и в преддверии новогодних праздников подарки для медицинских работников и их детей. Различная волонтерская помощь в РКБ оказывается регулярно, но каждый подобный жест внимания приносит врачам большую радость. Мы благодарим региональное отделение партии «Единая Россия» и «Черноголовку» за подарки, за воду. Огромное вам спасибо. С апреля питьевая вода от группы компании «Черноголовка» регулярно передается в больницы Подмосковья, в том числе и нашего муниципалитета. Владимир Жук лично контролирует, чтобы поставки в РКБ были без перебоев. Уже порядка 700 тысяч бутылок поставлены в медицинские учреждения Подмосковья. Сегодня привезли 7 тысяч сюда. И эти поставки будут продолжаться весь период пандемии. То есть пока будет борьба с вирусом, черноголовская вода будет в поликлиниках и в стационарах. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.